Радио Народная Волна Здравствуйте, уважаемые слушатели Я не помню, мы с вами, по-моему, еще не обсуждали дебаты демократов Нет, не обсуждали И я понимаю, что о таком лучше не напоминать, но придется Потому что все вы только что от них отошли Но вот теперь я вам еще раз напомню и поделюсь своими впечатлениями Потому что все-таки умолчать мне не получится А у меня не получится Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска И вообще-то, когда я весь этот кошмар пытался изучить То эмоции мои, они, знаете, так колебались между скукой Потому что практически все кандидаты говорят одно и то же смехом Потому что, ну, как такую глупость можно в открытую оглашать Как программу президентскую, да еще в такой стране, как Америка И, по правде говоря, местами с ужасом Потому что один из этих персонажей вообще-то может стать президентом Конечно, мы все надеемся, что этого не произойдет Но, тем не менее, исключать такую возможность, увы, мы тоже с вами не можем Когда я говорю, что все они, в общем-то, сливаются в единое целое То, ну, на первый взгляд, ничего страшного вроде бы и нет Потому что, если вспоминать, с чего начинались недавние, да, можно сказать Недавние республиканские дебаты То вроде бы тоже, я помню, за ними следил Кажется, что на первых порах всех говорят примерно одно и то же Но в чем разница? У республиканцев в основном позиция была какая? Меньше налогов, меньше правительства Дружба с Израилем Противостояние враждебным идеологиям, прежде всего И все они, так или иначе, эту тему обыгрывали Ну и Трамп, да, он действительно выделялся вопросами с эмиграцией Пожалуй, наиболее четче других их обозначал Что касается демократов, то у них совсем наоборот Больше правительства Больше налогов Ну, немного подробнее о том, кого не видят своими врагами чуть позже Ну и как следствие Перед нами уже окончательное перерождение Мы все время говорим, что это уже не социалист Да, я ведь уже даже оговариваюсь Не демократическая партия, а социалистическая Пора уже так себя и называть И, собственно говоря, эти дебаты нам опять все это и продемонстрировали И даже когда некоторые кандидаты вдруг что-то там здравое озвучивали Делэйни сказал, например, что надо бы иметь в виду и сохранение частной страховки Джилибренд вдруг сказал, что капитализм это хорошо Бутиджич что-то там говорил о том, что нельзя делать полностью бесплатными образования Но вот все это проскакивало и тонуло в бреду Которые сами же, в том числе и эта троица, оглашала Потому что что нам предлагают кандидаты? Ну, во-первых, хотя тоже они вначале что-то говорили о том, как они озабочены средним классом и так далее и тому подобное Но в дальнейшем все их программы указывают на то, что обращаются вот эта вот омерзительная двадцатка Не к какому-то американцу, как это было принято раньше И в том числе и среди демократов, кстати говоря А к определенным группам И прежде всего это группы ЛГБТ и нелегалы При этом ЛГБТ это, прямо скажем, меньшинство И подразумевать, что став президентом вот эти самые персонажи Будут создавать особые права для какой-то группы Это автоматически подразумевает, во-первых, в ущерб всем другим А во-вторых, это есть нарушение декларации независимости вообще Потому что все мы помним в основе Америки идею о том, что все должны наделены равными правами И нынешние, ну не они первые, конечно, у демократов это в крови, если вспомнить эпоху рабовладения Но вот нам они опять это напоминают, что для каких-то групп, которые им нужны, права будут особые Остальные, извините Далее получилась интересная перекличка, например, с Оруэлом В русском языке это не так заметно Это, кстати говоря, именно для английского характерно Потому что, помним, свобода это рабство А здесь то, что они все время говорят про что-то, что free Но на русский это мы обычно переводим как бесплатно и все такое прочее В английском это именно free Но если вы внимательно вдумаетесь, то это самое free college, free medicare, free staff и так далее и тому подобное Означает полную противоположность Потому что, если вы подразумеваете, что вам все будет давать правительство И будет опять-таки решать, что здравоохранение это право, образование это право, хотя его нет И что правительство берет на себя то, чего конституция, то же самое и прописана То это не свобода, это совершенно ее противоположность Это то самое, о чем говорил в свое время Черчилль Когда сказал, что социализм всегда приводит к гестапо Пусть это гестапо и завуалировано красивыми словами Вот предсказание Черчилля, оно, к сожалению, на наших глазах и снова реализуется Красивые слова, ну что это означает? Огромные налоги, финансовые проблемы И практически полное подчинение здравоохранения и образования правительству О подчинении здравоохранения и образовании правительству Ну, вы примерно знаете, что это такое Многие из вас и Советский Союз помнят И знаете, что и медицина, значит, куда уйдет И образование, особенно гуманитарное, превратится черт знает во что Но именно это нам и предлагают демократы Конечно же, у вас в Соединенных Штатах больше есть способов сдерживания Но, знаете, рисковать все-таки, я думаю, не стоит И таким людям власть давать нельзя Если они в открытую обещают социалистическое гестапо по Черчиллю Будем уж называть это открыто, чем это является Ну, их пусть и прикрывают соответствующими словами Далее нелегалы Это вообще поразительно, что права преступников А нелегалы это преступники Потому что на данный момент, насколько я могу судить, законы не переписаны Они ставятся даже тоже не наравне с правами американцев, а выше Потому что если нелегалам предоставляют и медицину, и все остальное То, простите, а кто за это платит? А платите за это вы, граждане Соединенных Штатов То есть мало того, что не спрося вас Потому что понятно, как вы ответите, большинство точно Демократы хотят открыть границы Чтобы в страну хлынули наркоторговцы Торговцы оружием Торговцы живым товаром Так как в странах Южной Америки Проституции среди несовершеннолетних очень развиты Более того, для них это нормально Это не расизм, а реальный факт С болезни в огромных количествах На которые, кстати, тоже надо тратить деньги, чтобы их лечить Да еще, да, и деньги будут тратиться ваши Вот это то, чего хотят демократы Плюс их обязательная атака на вторую поправку Тоже она там как-то завуалирована Но это звучит, что ужесточение оружейного контроля И получается, что действительно Это полное подчинение личности государству Чего в Америке не было Чем Америка всегда гордилась И что демократы, если послушать их на этих вот дебатах Чего они, собственно говоря, хотят и устроить Если придут к власти Что касается угроз, на которые демократы обращают внимание То самая большая угроза для них это погода получается И тоже как-то, знаете, это несколько странно звучит Но я понимаю, что я, например, жару не люблю Но считать, что жара это главная угроза мироустройства Я все-таки не стану Есть люди, которые холод не переносят В Москве, например, у нас всегда политики оказываются не готовы к зиме И у нас тут зимой черт знает что творится Но теперь я боюсь, что насмотревшись демократов Ну, надеюсь, что не смотрят Им это не стоит такие уроки перенимать Теперь наши мэры и уже с ним будут рассказывать Что у нас зима, это самый главный враг И все такое прочее А климатические изменения Это такой спорный момент Что объявлять его главной угрозой внешней Когда есть враждебные идеологии И исламский терроризм Да и коммунизм, собственно говоря, еще остался То это как-то как минимум глупо Однако нету, да, обязательно угроза Это изменение климата в первую очередь И даже когда кандидаты упоминают страны То они упоминают Китай Но никто, заметьте, не говорит, что опасно Может, я упустил Может, и говорил кто-то, я не заметил Что почему Китай опасен Потому что это коммунистическая страна Нет, опасность коммунизма, естественно, игнорируется Опасность исламского терроризма Она вообще опускается И я понимаю, многие из вас сейчас скажут Демократы лучшие друзья коммунистов и исламистов Ну да, по этим дебатам получается именно так Тут я возразить вам ничего и не смогу И когда демократы, да, вспоминают еще и об угрозе России То, да, молодцы, хорошо, что упоминают Но в их среде есть Берни Сандерс А у Берни Сандерса, его предвыборной кампанией Занимается такой конгрессмен, как Канна Ро Канна из Калифорнии Так вот, Канна, про него пишут уже не раз Что это человек, который почти в открытую Занимается в Конгрессе антиукраинской, прокремлевской пропагандой И какой-то он твит вроде бы вбросил Критикующий им нынешнюю российскую власть А потом быстро его стер Я не проверял, но склонен верить этому источнику То есть про это почему-то никто не говорит Трамп у нас такой-сакой друг Путина То, что в окружении Сандерса такой персонаж, как Канна Об этом как-то умалчивается И опять идеологии полностью игнорируются И о важности союза, например, прежде всего с Израилем Как-то тоже я ничего не слышал Там опять были какие-то разговоры Что надо дружить с Ираном Что нам надо укреплять отношения с теми союзниками С которыми якобы Трамп поссорился Хотя я чуть не наблюдаю ничего подобного Но вот четко сказать, что да, нам нужно и дальше Дружить с Израилем, потому что это и есть наш главный союзник Вот такого я что-то не особенно услышал И исходя из всего этого, повторяю Результат дебатов, он, конечно же, удручающий Он плюс какой Ну, по идее, любой из этой двадцатки Если он выходит на финальную прямую То Трамп, который закалился в боях за это время И у которого будет еще и сильная команда То он любого должен разжевать и выплюнуть Я надеюсь, так и произойдет Потому что по сравнению с ними Извините, Обама и даже Хиллари Кажется, их бы обставили А вообще-то все совсем плохо Тем не менее, если пытаться вдруг мне напрячься Отвлечься от личных симпатий и антипатий И сказать, кто выиграл, кто проиграл То сделать это трудно Тем не менее, первую серию дебатов Ну, я, наверное, назову победительницей Габбард Она мне не нравится, говорю сразу И ее политику я, в принципе, отрицаю Но она выбрала очень хорошую, на мой взгляд, тактику Она вот уцепилась за один пункт Что она изоляционистка И что все, о чем она говорит Это что нам не надо воевать Нам не надо воевать Нам не надо воевать И, как следствие, больше она почти ничего и не говорила Только эту тему развивала Ну и там еще что-то упомянула Опять про ЛГБТ, как всегда, и так далее И в результате глупостей сказала меньше других И вроде бы понятно, что вот у нее есть эта одна тема Она ее придерживается Я еще раз говорю Мне Габбард очень не симпатична Но в данном случае ее позиция себя оправдала Кто проиграл, мне сказать трудно Они все как-то выглядели там убого Но мне показалось, что Орурк был совершенно невменяемый И хуже всех смотрелся День второй Здесь мне очень сложно выбрать Потому что все были отвратительны Ну считается, что Харрис всех забила Своим этим агрессивным поведением То, что называется не очень красивым Но в данном случае подходящим русским словом Хабалка И она действительно такой была Ну хорошо, я соглашусь Ну а кто проиграл, это конечно Байден Потому что Байден выглядел полным посмешищем И если Уильямсон Но она порола дикую чушь Но от этого отдавала каким-то таким, знаете, незамутненным идиотизмом Что у многих она даже может вызвать симпатию И наверное ее даже можно считать в этом плане победительницей второго дня Ну потому что, да, женщина просто какую-то ахинею несет И все позиции демократов доводит до абсурда Даже я слышал, что республиканцы хотят чуть ли не ее финансово поддерживать Чтобы она оставалась в гонке И демонстрировала глупость демократов на здоровье Но Байден, который пытался с одной стороны себя позиционировать Как умеренный, с другой стороны защищать свои достижения при Обаме И с третьей не выпадать из этого нынешнего социалистического потока Он, знаете, я бы никого не хотел обидеть таким сравнением Ну бывает такое в комедиях, в комедиях часто обыгрывается Когда там приходит фотомодель на некие собеседования или на викторину Ее начинают спрашивать, а она сидит с глупым видом И удивляется, мол, она такая красивая, зачем ее что-то спрашивают Вот у Байдена был примерно такой же вид И когда он начинает говорить, что вот он, депортация это плохо Но при нем были депортации, но это совсем другое дело Потому что это были плохие люди, значит их можно было депортировать Где разница, да? Или когда ему говорят, вы против вот этого принудительного развоза на автобусах Он говорит, да нет, я не против То есть я против, но когда этим занимается Министерство образования, а так я не против Но, в общем, действительно Джо был удручающим Хотя чего от него еще ожидать И завершая эту тему Может не самую веселую, хотя как сказать Повторюсь еще раз То, что я говорю в каждой передаче, когда речь заходит о демократах На сегодняшний день они движутся только влево Никаких попыток, как это порой бывает Понять, что все, это никому не нужно И хоть как-то вернуться к центру, они не предпринимают И пока это движение не прекратится А я не вижу, чтобы оно прекратилось до выборов К власти их нельзя подпускать близко Трампа можно критиковать Может нравиться, может не нравиться то, что он делает Но дебаты показывают на будущих выборах Выбора на самом деле нет Только Трамп Здесь, и это говорю вам я Напоминаю человек, который Трампа любит критиковать Здесь я, наверное, умолкну Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово Я напомню телефон в студии 847-400-5200 Ни те, ни другие дебаты Я полностью не смотрел так выборочно Потому что, ну, это довольно печальное для меня показалось зрелище И, в общем-то, то, что я ожидал, то и произошло Ничего нового Каждый из выступающих на этих дебатах Пытался outspending предыдущего То есть я один кричал бесплатное образование Другой, не-не, не просто образование Образование и медицина бесплатное Не-не, образование и медицина Еще и хаузинг В общем, кто больше потратит денег, которых у них нет Вот примерно так И относительно внешнеполитической стратегии То вы абсолютно правы То есть Иран, каждый из них обещал восстановить Участие США в иранской сделке Что на самом деле позорное явление для США У нас есть звонки Добрый день, пожалуйста А скажите, пожалуйста А в чем вы считаете, что нужно критиковать Трампа? Спасибо Что, простите, не расслышал В чем вы считаете, что нужно критиковать Трампа? Вы его критикуете, Трампа? Я его критикую, когда у меня есть повод Мне, например, не понравилось то, что он отказался от депортации Хотя сейчас он уже говорит, что это будет Мне об этом, мы поговорим чуть позже Не все понравилось в его поведении на большой двадцатке Главное не в этом Главное в том, что любого политика критиковать надо в принципе Потому что не может быть слепой веры в то, что политик делает Всегда нужен здоровый скептицизм Даже если вам этот человек симпатичен в целом И вы разделяете его взгляды Нельзя все, что делает политик Предвстречать аплодисментами Вот, собственно, и все, что я хотел сказать этой фразой Спасибо Добрый день, пожалуйста, в эфире Слушаем вас Алло, здравствуйте 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 Скажите, пожалуйста, Иван Вы отметили о сближении наших левых И не только наших, и в Европе с исламистами Вот как вы думаете, насколько это продлится И дойдут ли они до перекрестка И задут ли после перекрестка свои позиции левые исламистам Или же они примут ислам Спасибо Ну, мне сложно сказать Я думаю, что это сближение рано или поздно приведет к победе все-таки ислама Потому что он помощнее левой идеологии И когда один французский левак Рожеграде, помнится Сказал, что мы идем к социализму с Марксом в одной руке И с Кораном в другой Это дословная цитата То он, в общем-то, был прав Это действительно они нашли друг друга Но левые, они не очень хорошо понимают, что их ждет Но тем хуже для них Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Алло, здравствуйте Здравствуйте Я могу говорить? Говорите Это Семен из Израиля Я хочу задать вопрос Можно ли прокомментировать новое назначение постоянного представителя Соединенных Штатов В ВОО? Да, спасибо Пока, насколько я знаю, утверждения еще не было И, судя по всему, изначально Келли Крафт, мы про нее говорим Посол США в Канаде Изначально она воспринималась скорее как укрепление Трампа со спонсорами республиканскими Потому что у нее очень хорошие связи в бизнес-мире И как раз с теми, кто спонсирует республиканскую партию Все, что я о ней знаю Я прочитал в Джерузалем Пост Оценку израильского посла в Канаде Он уверяет, что это назначение будет очень хорошим Что у них прекрасные отношения с Крафт Что она очень интересуется всем, что происходит на Ближнем Востоке Участвует в мероприятиях еврейской общины в Канаде И что она будет не хуже Хейли по отношению к Израилю Ну, я думаю, послу Израиля в Канаде мы поверим Я поверил Спасибо, Иван Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв на рекламу После чего вернемся и обязательно продолжим Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова» Напомню, телефон студии 847-400-5200 Если у вас будут вопросы к Ивану, пожалуйста, звоните и задавайте Ну, а пока, наверное, перейдем к следующей теме Это итоги большой двадцатки встречи Да, совершенно верно Недавно, совсем полгода назад мы о ней уже говорили Ну и вот новая встреча Опять все прицепились к Трампу Но я начну с других немного персонажей Потому что, на самом деле, главным-то, пожалуй, победителем Из этой встречи вышел снова Болсонаро Который у нас часто упоминается Ему и нескольким еще южноамериканским лидерам Удалось заключить, там очень долго это тянулось Торговое соглашение с Европой Которая обещает помочь экономическому развитию Прежде всего, Южной Америки Что нас должно только радовать Потому что это страны нацелены и на дружбу с Соединенными Штатами А Болсонаро и подавно А Болсонаро еще и отметился Своим желанием, так скажем, подружиться с принцем Саудовской Аравии Тем самым Салманом Что, я думаю, тоже будет хорошо Ну и личное мое наблюдение Поиздевался, но сам того не желая Но получилось смешно на Трюдо Если кто не видел, найдите на Ютьюбе Это правда смешно Словами это не опишешь, но это надо видеть Попутно был еще довольно любопытный момент Связанный с бразильцем Вы знаете, Бразилия входит в БРИКС Там, где еще Россия, Индия, Китай и Южная Африка И Болсонаро, он очень любит вести социальные сети свои Заполнять их фотографиями Вот с Трампом они там просто друзья и приятели И они друг друга явно чувствуют и понимают Еще он фотографировался с Салманом, естественно С другими политиками, преимущественно правого крыла Но вот что касается БРИКС Он сфотографировался с ними со всеми И наш вождь выглядел рядом с ним Очень печально, так скажем Какой-то опухший и унылый А потом сфотографировался только с Моди Лидером Индии Который из этой компании тоже как раз с правой Ну, по крайней мере, будем его таковым считать официально И южноафриканского лидера Которому мы говорили, откровенный левак И китайского коммуниста И нашего ГБиста Вот с ними Жаир фотографироваться не стал Что показатель, на мой взгляд Ну и то, что он еще и сфотографировался С лидером Всемирного банка Дэвидом Алпасом Весьма антикитайским настроенным В общем, тоже был момент любопытный Можно сказать, что это все ерунда фотографии Но, тем не менее, приоритеты Болсонару формулируют И лично у меня лишний раз симпатию к нему вызвал Абе тоже мне понравился Потому что он, во-первых Хотя китайцы требовали, чтобы не упоминались их проблемы Тем не менее, помянул добрым словом Гонконг А вы знаете, в Гонконге там продолжаются антикитайские выступления И Абе молодец, что такой чисто азиатский, изысканный укол сделал И Абе тоже старается укрепить отношения Саудовской Аравии А Саудовская Аравия, хоть к ней есть тоже за что придираться На сегодняшний день это все-таки самый весомый противовес Ирану И то, что Салман сейчас намерен уходить от нефтезависимости И развивать целый ряд других промышленных отраслей Но здесь ему стоит помочь, что вот японский премьер и делает Что касается Терезы Мэй, то ее премьер, конечно, катастрофический Но то, что Путина она поставила на место и пообщалась с ним весьма сурово За это ей, конечно, спасибо Есть такой историк и журналист британский Лео МакКинстри Он из разочарованных лейбористов Сейчас человек, скорее, правый Он очень любит Терезу Мэй критиковать Но вот он, помню, написал, что если чем Мэй запомнится Так это тем, что, по крайней мере, путинскому режиму она могла противостоять Хоть как-то И ее поведение на этой самой встрече Ну, лишний раз нам об этом напомнило Ну, естественно, всеобщее внимание было приковано к Трампу Опять все кляли, что вот он с Путиным не так общался От себя могу сказать одно Ну да, мне бы тоже хотелось, чтобы Трамп общался с Путиным как Терезу Мэй С другой стороны, вообще-то это выглядит по-прежнему Как будто бы Трамп разговаривает со своим нерадимым подчиненным Я еще все время жду, что он Путин или подзатыльник отвесит, или еще что-то Ну, потому что никакого почтения и уважения со стороны Трампа точно нет В Хельсинки он смотрелся гораздо хуже, а здесь, опять говорю, как менеджер среднего звена Который себя плохо ведет И при этом, если Болсонару они с Трампом взаимодействуют То наш-то вождь по-советски зажатый и скованный Разбухший от ботокса И он в компании Трампа смотрится, ну, откровенно жалко, на мой взгляд Если же более серьезно рассматривать То Трамп делает вещи весьма разумные, опять Он продолжает укреплять вот этот вот союз с такими лидерами, как Болсонару И тот же Салман И, кстати говоря, Муди из Индии И, то есть, теми, кто позиционирует себя как лидеры правые и прозападные Даже в случае с Салманом Ориентирующиеся на контакты с США и с Израилем И то, что Трамп их вокруг себя собирает Это как раз очень хорошо Как раз пока шла я двадцатка Появилась очень хорошая статья Майкла Дорана Это специалист по Ближнему Востоку В Америке, возможно, лучший Где он пишет, что Европа сейчас Забочена тем, чтобы Трампа заставить Вернуться в эту самую сделку с Ираном Они ее изо всех сил обходят И все санкции обходят Но, тем не менее Иран, вот именно в лице европейских якобы союзников Получил, союзников американских Получил, скорее, своих агентов влияния И Доран полагал, что за закрытыми дверями А может, они за закрытыми На протяжении всей этой двадцатки На Трампа будет оказываться давление Во-первых, убрать Болтона и Помпео Потому что травли их идет Прежде всего Болтона Именно из Тегерана И уже не в первый раз, кстати А во-вторых, вот добиться того, чтобы Было послабление по отношению к иранскому режиму И то, что Трамп ищет друзей Скорее наоборот, они ищут с ним дружбу Все-таки лидер-то у нас Соединенные Штаты С такими, как Болсонаро и Салман То это хорошо Да, хотя Болсонаро, он во всем свой С Салманом надо быть осторожным Как и со всеми мусульманскими лидерами Но как противовес Ирану Он помочь может и здесь Может сработать Плюс отмечается то, что И Бразилия, и Саудовская Аравия Они, чувствуя помощь США Еще и мешают Макрону и же с ним Проталкивать идеи Все той же борьбы с этим самым Несчастным изменением климата И это тоже, я считаю, хорошо Потому что реальные угрозы Это как раз Иран и и же с ним А никак не погода А Трамп и тех, кого он привлекает На свою сторону Они как раз и делают то, что делают И смешно, кстати говоря, что Американская пресса, которая так негодует Из-за того, что Трамп не был Слишком суров с Путиным Почему-то игнорирует, что Европа На прошлой неделе, вы знаете Вернула Россию в ассамблею Несмотря ни на что Это никого не заботит А меня еще очень позабавило Что если вы открываете, например Леволиберальные какие-то Источники, а их тоже приходится читать И там вот это истерики Что Трамп дружит с Путиным А потом вы смотрите Бьюкеннена Который пишет Почему Трамп не может подружиться с Путиным То, ну право же это смешно И лишний повод того, что Левые и неразумные правые Они часто смыкаются там, где не надо Ну а в общем и целом Если подводить итог Двадцатки То лично я считаю, что Он скорее положительным Потому что стал Вот этот самый Боевой союз Который я уже несколько раз называл Он может быть куда более Многообещающим И Европа должна уже понимать С кем ей дружить Те же европейцы Признают, что лидер все равно Америка И таким образом им надо иметь представление Трамп лидер Если они хотят Быть рядом с лидером То надо следовать примеру Болсонару И того же Салмана Если не хотят В проигрыше окажутся только они И двадцатка, на мой взгляд Именно это и показала Здесь я опять умолкаю Если Сергей что-то добавит С удовольствием передам ему слово Что касается европейских союзников Это выглядит так, что они Союзники не Соединенных Штатов Америки А союзники новотрамперов Или так скажем Леворадикальной демократической партии Соединенных Штатов Америки Против Трампа Я понимаю европейцев Ну то есть могу понять как-то Их стремление вернуть США В эту сделку с Ираном Их стремление обойти эту сделку То есть они делают деньги Деньги для них не пахнут Они также с радостью продавали Евреев в свое время И так далее Но вот что касается демократов В США Почему они за эту сделку В этом нет Я не вижу в этом Ну никакой практической цели Или это просто желание сохранить Легаси предыдущего Величайшего президента Я думаю да Еще Болтон писал Где-то в середине десятых годов То есть 2005-2006 Что одна из главных проблем Американских президентов Это вот это дипломатическое наследие Легаси И какие последствия будут К чему это может привести Увы не волнует президента И вот эта упертость Роудса и компании Которые теперь Любое действие Трампа критикуют Представьте себе Выходя за рамки Этой самой двадцатки Если Бабама сейчас был В Северной Корее Какая была бы эйфория Да? Абсолютно А кстати вы не коснулись Этой темы Если можно Пока здесь трудно Что-либо говорить Но если Трампу удастся Прорвать То вот этот Блокаду Так ее назовем То конечно у него Это может быть Никсоновский момент А именно Северная Корея Войдет В цивилизованные страны Это плохо Но это может быть И Рейгановский момент А именно Северная Корея Развалится Под нажимом Своих соседей Прежде всего Японии И Южной Кореи Но в любом случае То что Трамп делает Это хорошо Давайте попробуем Принять звонок Добрый день пожалуйста Вы в эфире Добрый день Скажите господин Денисов Почему бы вам не переехать А вы не забыли что я 74 года рождения Феликс Чтобы вы сразу Этот вопрос решили Вы помните что я 74 года рождения Замечательно Теперь ваш вопрос Почему бы вам не переехать В Америку И вещать тут на Национальном уровне Бороться за Феликс вы оплатите мне Дорогу до Америки И проживание первые полгода Что Вы оплатите мне Дорогу до Америки И проживание первые полгода Нет Тогда мне не интересно Спасибо Феликс Как всегда Удивительные вещи Приходят в голову Этому человеку Добрый день пожалуйста В эфире Добрый день Иван У меня вот такой вопрос Здравствуйте После того как Россию вернули в ПАСЭ Правильно ли сделала Украина Что оттуда ушло Я думаю да Потому что Украине Уже надо Нельзя такое терпеть И надо все таки Обозначать что Это самостоятельная сила Которая не потерпит то Чтобы с ней так обходились Я считаю правильно Но они тогда Не имеют возможности Свою точку зрения Как то донести Да я с вами согласен Это с одной стороны Может привести К дурным последствиям И возможно Стоит вести Какие-то переговоры О своем возвращении Но надо Ставить свои условия Иногда Знаете Даже какие-то Демонстрационные действия Они все-таки Необходимы И я считаю Что так Показать Что Украина Не терпит Такого к себе Обращения Надо было Здесь еще одно Ведь это команда Это была команда Порошенко А Зеленский Может назначить Новую команду И как бы пытаться Это будет правильно Я пока не знаю Как себя поведет Зеленский Он такая загадка На мой взгляд Что он может Сделать Повести себя И окажется Гораздо лучшим Президентом Чем Порошенко И гораздо худшим Ну видимо Я не претендую На лавры Специалистов Украинской политики Я очень хочу Чтобы украинцам Все получилось И если это будет Зеленский Ну хорошо Пусть будет он Я могу пожелать Только удачи Новому президенту Спасибо Спасибо вам Спасибо вам А теперь давайте Вот у нас Верховный суд Уходит на Летний перерыв Если можно Некие итоги Работы Да Я очень быстро О двух Последних делах Скажу Ну во первых Суд закончился Так Один-один Что называется Дело по Тому что называется Красивым словом Джерри Мендерин Ну вы знаете Я не буду вам рассказывать Лучше меня знать Что это такое А его результаты В общем-то Консерваторов Порадовали А вот Либералов Повергли В негодование Смысл Очень простой Решено Что вот это Самое Деление По Определенным Округам Предвыборным Суд Не должен Туда вмешиваться От этого Где-то Выиграют Республиканцы Где-то Выиграют Демократы Но Почему так Бесятся Либералы И почему Так радуются Консерваторы Это действительно Не дело Юридической Власти Этим должны Заниматься Политики И Верховный суд Это четко Обозначил Поэтому здесь К суду Претензий быть Не может А вот Что касается Вопроса С Переписи Населения Здесь Опять Выкинул Совершенно Убийственный Фортель Судья Робертс И опять Все испортил Потому что Ну Вы догадываетесь На чьем Заключении Основывается Мое мнение Конечно же Судьи Томаса Он Лучше всех Все объяснил То есть Какая логика Должна была быть У суда И какую логику Предлагают нам Консервативные судьи И лично Кларенс Томас Если суд Рассматривает Решение Действия Исполнительной власти И не находит В этом решении Ничего плохого Считает Что оно Полностью Соответствует Конституции Все До свидания Вопрос закрыт Однако Почему то Судья Робертс И либералы Говорит Что вот Да Такой вопрос О гражданстве Внести в перепись Можно Но Те Конечно же Этот пункт Пункт Соответствует Соответствует Конституции В целом Если подводить Итог Отвлечься От этих Двух Последних дел То Сказать Сказать Что все Счастливы Я имею ввиду Консервативных Аналитиков Ну к сожалению Нельзя В общем и целом Назначение Трампа Себя Все таки Оправдывает Хотя Много Претензий Есть Кавана Меньше Претензий Горсычу Но Тем не менее И к тому И к другому Все таки Есть Недовольство Что периодически Когда Возникает Вот Тот самый Раздел Четыре на четыре Один из них Вдруг Оказывается На стороне Либерала Другое Дело Что Все же Если Высчитывать Общий Процент Голосования То И Кавана И Горсыч Скорее Голосует Как от них И ожидали То есть С Консервативным Блоком Таким образом Проблемным У нас теперь Стала Судья Роберт Не первый Раз Уже Это происходит И Это Достаточно Досадно Что Вот В таком Например Важном Деле Как Та самая Перепись Судья Роберт Опять Оказался Не там Где надо И Вряд ли Что-то Изменится То есть Скорее Всего Мы Облегченно Вздохнули Что Судья Кеннеди Ушел Который Так часто Колебался То там То там И Теперь На его Месте Оказался Роберт Где Будут Кавана И Горсыч Смотрим Будем Надеяться Что Все же Они Закрепятся Точно В Консервативном Блоке Следующая Проблема Что Хотя Горсыч Ну По крайней Мере Я вам Говорил До 21 Года А там Может И Больше Что Нас Ждет В Году Следующем Сказать Сложно Это Сплетня Я обычно Их Не оглашаю Но С вами Я Ею Поделюсь Пошла Вот Информация Что Мало Того Что Гинсберг Сами Знаете Сколько И лет И Браеру Тоже Но Что У Сотомайор На самом Деле Тоже Какие Проблемы Со Здоровьем И Что Хотя Она По Возрасту Вроде Б Еще Может Продержаться Очень Долго Но Что Может Быть Даже Такое Что Она Уйдет Раньше Чем Гинсберг Из-за Своих Проблем Еще Раз Повторяю Это Сплетня И Я Не Могу Гарантировать Ее Точность Но Очень Часто Сплетни Из Верховного Суда Не Подтверждаются Поэтому Те Разговоры Что Эми Барретт Скоро Появится Возможно Она Будет Менять Не Гинсберг Утвердиться Это Или Нет Конечно Ж В любом Случае Произойти Отставка Или Что То Еще В Этот Год Она Может Макконнелл Не Так Давно Заявил Что Они Несмотря На То Что Это Последний Год Сделают Все Чтобы Судью Все Таки Утвердить Конечно Будет Критика И Все Такое Прочее Но Тем Не Не Посмотрим Это В любом Случа Лишнее Напоминание Трамп Нам Всем Нужен Еще На Один Срок Минимум Потому Что Видите Вероятность Смены Нескольких Судей Еще Точно В ближайшие Годы Произойдет Что Касается Года Следующего Работы Верховного Суда Там Одно Дело Сейчас Висит И Будет Висеть Не знаю Сколько Месяцев Это Та Самая Дака То Помните Амнистия Как Ее Решит Суд Непонятно Если Посмотреть На Последние Решения Связанные С Эмиграцией То Скорее Скорее Все же Президент Должен Выиграть Потому Что Практически Все Его Дела Связанные С Эмиграцией Обычно И порой Даже Очень Серьезным Перевесом Суд Признавал Что Да Это Абсолютно Прерогатива Исполнительной Власти И Еще При Обаме Наоборот Инициатива Того Они Судом Тормозились Даже Я помню Было Одно Решение 4 на 4 Но Так Как Скале Уже Увы Не Было То Таким Образом Когда 4 на 4 То оставалось Прежнее Решение Обама Обаму Тормознули Поэтому Я Очень Надеюсь Что И с Дак И То же Самое Произойдет Гарантировать Ничего Нельзя Любой Судья Может Проголосовать Не так Как мы Хотели Ни в ком И даже На самом деле В моем Любимом Томасе Нельзя быть Уверенным Потому что Люди Не знаешь Как они Себя Поведут Хотя Мне хочется Надеяться Что Все Разрешится Как Надо Ну а так Главное Что При всей Опять же Критике И недовольствия Признаем Что Каван и Горсач Они заведомо Лучше тех Кого бы привела Клинтон Верховный суд Да Поэтому Пожелаем Верховному суду Хорошего отдыха Томасу Оставаться Таким же Какой он есть А Горсачу Каван и Алита Перетягивать На свою сторону Робертса И вот этот Блок Вокруг Томаса Консолидировать И дальше Ну а этот Сезон Так его назовем Верховного суда Он уже История Здесь я умолкаю Если Сергей что-то добавит С удовольствием Передам ему слово Спасибо огромное Иван Я просто Думаю Что если Да не если А скорее всего Трамп победит На выборах В двадцатом году Это действительно Будет Потрясающе Потому что Возможно Не одно Два А целых три места В Верховном суде Будет назначать Президент Трамп Это будет Большая победа Для Америки Для Конституции И для Будущего нашей страны Спасибо Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею